Ну а тем, кто ведет традиционный образ хозяйствования, кочует в тундре и пасет оленей, сегодня вручили ключи от новых домов. Долгожданное событие произошло в Красном. Жилье построили в рамках подпрограммы строительства специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма. Счастливыми новоселами стали оленеводы СПК Харпи и СПК Ерв. Долгожданные ключи от собственных домов получили уже три семьи. На очереди остальные. Сегодня еще шесть семей должны получить 8 домов к подключенному газу. Недостатки, которые были определены, устраняются. Общая площадь данного жилья составляет практически 636 квадратных метров. Это один шестикомнатный, два четырехкомнатных и семь однокомнатных домов. Стоит отметить, что девять семей до этого момента не имели собственного жилья. Проживали либо у родственников, либо в тундре. Сегодня оленеводы уже начинают обустраивать долгожданное жилье. Кстати, построено оно по новой для регионно-технологии. Они существуют уже лет 20 в других регионах России. Есть на Ямале. Дома, говорят, теплые. Но они просто пенопластые. И там нет дерева вообще нисколько. Это как бы экспериментальный такой вариант в Янинском округе. Ну вот как они себя поведут, вот будем смотреть. Дома, в которые въедут оленеводы Красного, не последние в регионе. На очереди по соцнайму состоит еще 70 семей кочевников. Для ее ликвидации до 2020 года в рамках госпрограммы планируется возвести 52 дома в Ниси, Усть-Каре, Бугрино, Нельмином-Носе, Оме, Индиге, Харивере и Каратайке. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.